Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 20 сентября. Страдания мучеников Михаила и Феодора. Когда ты видишь смуты и войны или иные бедствия, не думай, чтобы все сие было простым, обычным явлением всего временного мира или произошло от какого-нибудь случая, но узнай, что бедствие попускается волею всемогущего Бога за наши грехи, дабы согрешающие приходили в чувства и исправлялись. В начале Господь вразумляет нас, грешных, малыми наказаниями. Если же мы не исправляемся, тогда Он посылает на нас больше наказаний, как некогда на израильтян. Ибо что попустил Господь на тех, которые не хотели исправиться? Так случается и со всеми верующими в Иисуса Христа. Господь попускает в начале следующее наказание. Мятеж, голод, внезапная смерть, междоусобные войны и тому подобное. Если же такими наказаниями грешники не вразумляются, тогда Господь посылает на них жестокое и тяжкое нашествие иноплеменников, чтобы хотя в этом великом бедствии люди могли прийти в чувства и обратиться от путей своих лукавых. По слову пророка, когда я убивал их, тогда взыскали его. Так было и с нами, со всей нашей землей российской. Когда мы своим злым нравом прогневали благости милостивого Бога и сильно оскорбили его милосердие, прийти же в раскаяние, уклонить себя зла и творить благое не хотели, тогда разгневался на нас Господь праведным гневом своим и восхотел наказать нас за наше беззаконие лютейшую казнью. И вот он попустил тогда прийти на нас безбожным и жестоким варваром, называемым татарами, с несвестившим и беззаконившим их царем Батыем. Баты – это внук великого Чингисхана, хан татарский. В бесчисленном множестве, напав на русскую землю в 1238 году, они победили русских благоверных князей и сокрушили их войско. Все города они разорили и землю русскую опустошили мечом и огнем, ибо никто не мог сопротивляться тем безбожным полчищам, коим за наши грехи предал нас Бог, глаголовший некогда через пророка. «Есть, ащи хотите и послушайте меня, благая земли будете вкушать, а если не послушайте меня, то меч вас пожрет». Христиане, спасшиеся от меча и пленения, скрывались в горах и непроходимых пустынях. И вся земля русская представляла тогда скорбное зрелище. Места, населенные прежде людьми, города и села, стали пусты. А где прежде жили дикие звери, там водворялись люди, укрываясь от варваров. В то время жил благочестивый и преснопамятный Михаил, сын Всеволода Чермнага. Всеволод по прозванию Чермны, князь Черниговский, сын великого князя Киевского Святослава Всеволодовича с 1210 по 214. С юных лет отличался он добродетельной жизнью. Возлюбив Христа, он служил ему от всего сердца. И все видели душевное незлобие князя, его кротость, смирение, обходительность со всеми и милосердие к бедным. Угождая всегда Богу молитвой и постом, и всякими добрыми делами украшая свою душу, князь Михаил садил ее прекрасным жилищем Бога, Творца своего. У этого благочестивого князя был любимый боярин, подобно ему добродетельный по имени Феодор. Вместе с ним князь Михаил и пострадал от нечестивого Батыя, положив душу свою за Христа. Когда благоверный христолюбивый Михаил владел княжеством киевским, нечестивый Батый прислал своих татар осмотреть город Киев. Посланные изумились, увидев величие и красоту города Киева, и, возвратившись к Батыю, рассказали ему о всем знаменитом городе. Тогда Батый снова отправил послов к Михаилу с тем, чтобы они лестью уговорили князя добровольно покориться ему. Благоверный князь Михаил понял, что татары коварством хотят взять город и опустошить его. Князь слыхал уже раньше, что те жестокие варвары, без милосердия убивая, и даже добровольно покоряющихся им, и потому повелел умертвить послов Батыя. Вслед за тем Михаил узнал о приближении громадного войска татарского, которое, как саранча в великом множестве, ибо воинов было 600 тысяч человек, нашло на русскую землю и овладело укрепленными городами ее. Сознавая, что Киеву невозможно уцелеть от приближающихся врагов, князь Михаил вместе с боярным Феодором бежал в Венгрию искать помощи своей родине. Не получив этой помощи, Михаил некоторое время странствовал по чужой стороне. Там укрывался он от Божия гнева, повинуясь слову Писания. По отъезде князя Михаила из Киева другие русские князья владели киевским княжеством, однако и они не могли защитить Киева от нечестивого Батыя. Придя со всем своим войском, Батый овладел Киевом, Черниговым и другими укрепленными городами и княжествами. Все они сильно разорены были огнем и мечом. Это было в 6748 году от сотворения мира, от Рождества Христова в 1240 году. Тогда знаменитый и славный город Киев был совершенно разорен руками Христа ненавистных врагов. Именитые граждане погибли от меча нечестивых, одни были убиты, а другие отведены в плен. Благолепные Божьи храмы были осквернены и сожжены, так что исполнились слова Давида. «Боже, пришли язычники в наследие Твое, осквернили храм святой Твой, положили трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду, и не было погребающих». Князь Михаил, находившийся в то время в странствовании, слыша обо всем происходившем в русской земле, неутешно оплакивал единоверную свою братья и опустение своей земли. Вскоре Михаилу стало известно, что городским жителям, в небольшом числе уцелевшим от меча и плена, нечестивый царь повелел безбоязненно жить на своих местах, но с тем, чтобы они платили ему дань. И многие русские князья, бежавшие в далекие чужие страны, услыхав о всем, стали возвращаться в родную землю. Поклонившись нечестивому царю, они занимали свои княжества и, платя дань Батыю, водворялись в своих озоренных городах. Возвратился и странствование, и благочестивый князь Михаил с боярином своим Феодором и со всеми своими людьми, соглашаясь лучше платить дань нечестивому царю и жить хотя бы в опустевшем своем отечестве, нежели быть странником в чужой земле. Сначала он пришел в Киев и здесь горько плакал, видя святые места опустевшими, и не бесив подобную печерскую лавру, разоренную до основания. Затем Михаил отправился в Чернигов. И едва успел князь Михаил отдохнуть здесь от пути, как татары, услыхав о возвращении его, пришли от Баты и начали звать его, как и других русских князей к своему царю, говоря, «Нельзя вам жить на земле Баты, не поклонившись ему. Итак, идите, поклонитесь ему и будьте данниками его, и тогда оставайтесь в жилищах своих». У того нечестивого царя был следующий обычай. Если кто-нибудь из русских князей приходил поклониться ему, то волхвы и жрецы татарские принуждали их проходить сквозь огонь. А если кто-нибудь из князей приносил с собой какие-либо дары царю, то волхвы брали по небольшой части от всех этих даров и бросали в огонь как жертву. Всех приходивших к хану татарские жрецы проводили между огнями, по их убеждению через это уничтожалось всякое злое намерение у лиц, шедших к их повелителю. Огонь, по их верованию, был чистилищем для всяких злых умыслов и отнимал даже силу ускрываемого яда. Проведя через огонь, они принуждали поклоняться солнцу, кусту и идолам, и уже после этого допускали к царю. Многие из русских князей из страха перед царем, и чтобы удержать за собой свое княжество, исполняли все это, проходили сквозь огонь и поклонялись идолам, и зато получали от царя, чего они просили. Слыша, что многие из русских князей, прельстившись славой и мира сего, поклонились идолам, благочестивый князь Михаил сильно скорбел о том, и, возревновав о Господе Боге, решился идти к царю неправедному и коварнейшему из всех людей, и неустрашимо исповедовать перед ним Христа и пролить кровь свою за Господа. Замыслив это и воспламеняясь душою, Михаил призвал своего верного советника, боярина Феодора, и поведал ему о своем намерении. Тот, будучи благочестив и твердым в вере, одобрил решение своего Господина и обещал не покидать его до самой кончины и вместе с ним положить свою душу за Христа. После такого совещания они твердо решились, отнюдь, не изменяя своего намерения, идти и умереть за исповедание Иисуса Христа. Тот же они пошли к своему духовному отцу по имени Иоанну, чтобы сообщить ему о всем. Придя к нему, князь сказал, «Хочу, отец, идти к царю, как и все русские князья». Духовник, со скорби услышав такие слова и глубоко вздохнул, сказал, «Многие князья туда ходили и души свои погубили, исполнив волю Батыя и поклонившись огню и солнцу и прочим идолам. И ты, Михаил, если хочешь идти с миром, то только умоляю тебя, не подражай им и не делай того, что они сделали для сохранения земной власти. Не ходи сквозь огонь нечестивых и мерзким богам их не поклоняйся, ибо един Бог наш Иисус Христос. Не вкушай также ничего из скверных и доложертвенных яств, чтобы тебе не погубить души своей». Князь с боярином отвечали, «Мы хотим пролить кровь нашу за Христа и положить за него души свои, да будет ему благоприятной жертвой». Услышав сие, Иоанн возрадовался душой и радостным взором взглянул на них и сказал, «Если так сделаете, блаженны будете, и всем в последнем роде будете именоваться новоявленными мучениками». Потом, преподав им наставления из Евангелия и из прочих богодухновенных книг, он причастил князя и боярина божественных тайн тела и крови Христовых, благословил их и сказал, «Господь Бог да укрепит вас и да пошлет вам дар Святого Духа, чтобы вам быть твердыми в вере, смелыми в исповедании имени Христова и мужественными в страдании. И да притчет вас Царь Небесный к лику первых святых мучеников». После этого Михаил и Феодор отправились домой, сделавши там все нужные приготовления для своего путешествия и простившись со своими домашними, они поспешно отправились в путь с молитвой к Богу, пламенея сердечной к нему любовью и желая венца мученического, как олень желает на источнике воды. Когда они достигли того места, где находился безбожный царь Батый, то об их прибытии тотчас же было ему доложено. Призвав волхвов и жрецов своих, Батый повелел провести черниговского князя по обычай сквозь огонь и заставить его поклониться идолам и затем уже представить его к себе. Пришедшие к князю волхвы сказали ему, «Себя зовет великий царь». И взяв его повели, за ним последовал, как за своим господином, и боярин его Феодор. Вскоре они дошли до того места, где с двух сторон разложен был огонь, а посередине был путь, коим ноги уже проходили. Этим путем волхвы хотели вести князя Михаила. Тогда князь сказал, «Не подобает христианам проходить сквозь тот огонь, который нечестивый почитает за Бога. Я же христианин, посему не пойду сквозь огонь и не поклонюсь твари, ибо я поклоняюсь Творцу, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу в Троице, Создателю неба и земли». Услыхав такие слова князя, волхвы и жрецы пришли в ярость. Оставив Михаила, они пошли донести о его речах царю. В это время князю Михаилу подошли некоторые русские князья, вместе с ним пришедшие на поклонение Батыю. Между ними был и князь ростовский Борис. Они, жалея Михаила и глубоко скорбя о нем, а вместе с тем боясь, чтобы не навлечь гнев царский на себя, советовали Михаилу исполнить волю Батыя. Ты можешь, говорили они, притворно исполнить приказа, не поклониться огню и солнцу, чтобы только избавиться от царского гнева и от лютой смерти. Когда же с миром возвратишься к себе домой, тогда ты будешь поступать уже по своему желанию. Тебя не будет Господь наказывать за это и не прогневаться на тебя, потому что ведает Он, что ты сделал так по принуждению. Если же тебе поставить духовник во грех твой поступок, то мы все возьмем на себя вину твою, только послушай нас и, пройдя сквозь огонь, поклонись татарским богам. С ним ты и себя, и нас освободишь от царского гнева и злой смерти, а для земли своей исполнишь много полезного. Все это говорили они Михаилу с горькими слезами. Благочестивый боярин Сеодор, слушая их слова, сильно опечалился, опасаясь, чтобы князь не последовал совету окружающих его и не отпал от веры. Подойдя к князю, он стал напоминать ему обещания его и слова духовника. «Помни, благочестивый князь, — говорил он, — как ты давал обет положить душу свою за Христа. Припомни слова евангельские, коими получал нас духовный отец. Кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее, а кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, тот спасет ее, ибо какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или что даст человек выкуп за душу свою? Кто исповедует меня перед человеками, исповедует того и я перед отцом моим на небесах. Кто же отвержится меня перед человеками, отвергнусь того и я перед отцом моим, который на небесах?» С наслаждением слушал князь Михаил эти слова своего боярина. И, пламенея ревностью о Боге, радостью ожидал мучения, готовый умереть за Христа жизнодавца. Князь же Борис, о коем выше было упомянуто, продолжал сильно упрашивать Михаила, исполнить царскую волю. «Не желаю быть христианином только по имени», отвечал им Михаил, «а поступать как язычники». И, сняв с тебя меч свой, бросил его к ним и сказал, «Возьмите славу мира сего, она не нужна мне». Вслед за тем пришел от Баты один знатный царедворец по имени Ельдега и передал князю Михаилу от своего царя следующие слова. «Великий царь так говорит тебе, почему ты не повинуешься моему приказанию и богам моим не поклоняешься? Вот теперь предстоит тебе жизнь или смерть, выбирай то или другое. Если исполнишь мое повеление, пройдешь сквозь огонь и богам моим поклонишься, то не только останешься живно и получишь от меня великие милости и будешь полным господином в своем княжестве. Если же не послушаешь меня и не поклонишься богам моим, то умрешь злою смертью». Выслушав от Ельдеги царские слова, князь Михаил нисколько не устрашился, но смело отвечал, «Скажи царю, так говорит тебе князь Михаил, раб Христов, если тебе, царь, вручены от Бога царство и слава мира сего, и десниса Вышнего покорила нас тебе за наши грехи, то мы должны кланяться тебе как царю и воздавать честь, подобающую твоему царскому достоинству. Но чтобы отречься Христа и поклониться твоим богам, этого не будет, ибо не боги они, а творение». Наши же пророческие писания так говорят, «Боги, которые небо и земли не сотворили, да погибнут. Что может быть безумнее, как оставить создателей поклониться созданию?» Ельдега же сказал ему, «Ты, Михаил, ошибаешься, называя солнце созданием, ибо скажи мне, кто вошел на ту неизмеримую небесную высоту и сотворил такое великое светило, которое освещает всю вселенную?» «Если желаешь выслушать меня», отвечал ему святой, «то я скажу тебе, кто сотворил солнце и все видимое и невидимое. Бог безначальный и невидимый, и Его единородный Сын, Господь наш Иисус Христос, также несозданный и не имеющий ни начала, ни конца, равный и Дух Святый, Бог в трех лицах, наеденный по существу. Он сотворил небо и землю и солнце, коему вы кланяетесь, и луну, и звезды, а также море и сушу. Он же сотворил и первого человека, Адама, и отдал ему на служение все сотворенное. Господь же дал людям закон, чтобы они не поклонялись ничему сотворенному ни на небе, ни на земле, но чтобы поклонялись единому Богу, все сотворившему. Ему я и поклоняюсь. А если царь обещает мне княжество и славу мира сего, то я не ищу сего, так как и сам царь невечен, та же невечная власть, какую он дает мне, и в коей я не нуждаюсь. Я надеюсь, что Бог мой, в коего я верую, даст мне царство вечное, не имеющее конца. Тогда Ельдега сказал, если ты, Михаил, будешь упорствовать и не исполнишь царской воли, то будешь тотчас умерщлен. Святой отвечал, я не боюсь той смерти, через которую могу удостоиться вечного пребывания с Богом. И для чего нам много говорить? Я христианин. Исповедуй Творца неба и земли, твердо в него верую и с радостью умру за него. Тогда Ельдега, видя, что ни ласками, ни угрозами не может склонить Михаила и исполнить царскую волю, пошел к Батыю, чтобы передать ему все слышанное от Михаила. Выслушав Ельдегу, Батый пришел в ярость и велел своим приближенным немедленно же умертвить князя Михаила. И бросились слуги мучителя, как псы на охоту или как волки, бегущие за овцой. Святой мученик Христов пребывал в это время вместе с Феодором. Не страшась смерти, они воспевали псалмы и усердно молились Богу. Увидев приближавшихся убийц, они начали петь «Мученицы Твои, Господи, многие муки претерпеша и любовью Твоей души соединиша с святее». Достигнув того места, где стоял князь Михаил, убийцы как звери схватили его за руки и за ноги и распростерши на земле долго и беспощадно били по всему телу, так что и земля обогрилась его кровью. Михаил же переносил все это мужественно, твердя только одно «Я христианин». Тут же находился один из царских слуг, бывший прежде христианином, а потом сделавшийся отступником и принявший татарскую нечестивую веру. Этот отступник, видя, как святой мужественно переносит мучения, озлобился на него и так как был врагом, христиан вынул нож, схватил Михаила за голову, отрубил ее и бросил. Между тем, как уста святого исповедника продолжали повторять «Я христианин». О, дивное чудо! Отнятое уже от тела голова все еще исповедовало Христа. После сего нечестивые мучители приступили к благочестивому Феодору и говорили ему «Исполни царское повеление и поклонись богам нашим за то, что ты не только останешься в живых, но и получишь великую честь от царя и наследуешь княжество своего господина». Но святой Феодор отвечал «Княжества господина моего я не ищу. Не нужно мне и честь от царя вашего. Я желаю только того, чтобы идти ко Христу тем же путем, коим пошел господин мой, святой мученик, князь Михаил. Потому что я так же, как и он, верую во единого Христа, Творца неба и земли. Так же хочу пострадать за него и не страшусь мучений и самой смерти». В виде непреклонности Феодора убийцы схватили его и начали мучить так же жестоко, как и святого Михаила. Наконец, они отсекли в честну и его главу, сказав при этом, «Кто не пожелал поклониться при светлому солнцу, тот не достоин и смотреть на солнце». Так честно пострадав, святые Михаил и Феодор, мученики, предали души свои в руки Господу. В 6753 году сотворение мира от Рождества же Христова в 1245 году сентября в 20-й день. Святые тела их брошены были на сиденье псам, но в продолжении многих дней оставались целыми и никем не тронутыми. Так благодать Христова сохраняла их невредимыми. Кроме этого, над телами мучеников появлялся огненный столб, сиявший ярким блеском, и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видев все это, христиане, находившиеся в то время в Орде, взяли тайны тела мучеников и с честью погребли их. По убиению святых мучеников нечестивый Батый снова пошел войной со всеми своими полщищами сначала на Польшу, потом на Венгрию, но венгерским королем Владиславом был убит, получив таким образом злой конец своему злому житию. Так мучитель Батый получил в удел ад. Витые же мученики наследовали Царство Небесное и вечно прославляют Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова